МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 декабря, 19.00, в прямом эфире программа Петербург против коронавируса. До 40% заразившихся коронавирусом переносят болезнь бессимптомно, при этом представляют серьезную угрозу для других людей. Мне не безразлично здоровье окружающих, поэтому в общественных местах я ношу маску и снимаю ее только на время выпуска, когда рядом со мной никого нет. В студии Ирина Степанова. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о тарифах на воду и тепло. В новом году повлияла ли пандемия на стоимость коммунальных и жилищных услуг? Эти и другие вопросы обсудим в ходе эфира, но в начале сводка дня. Итак, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 3760 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1899 петербуржцев, скончалось 82 пациента. Всего с начала наблюдений в городе официально зафиксировано 208 325 случаев заражения коронавирусом. Какие меры предпринимает город для того, чтобы справиться с пандемией, рассказал сегодня губернатор Александр Беглов. Во время такого небольшого периода, после первого подъема, начали строить стационары-трансформеры. И вот буквально на этой неделе уже, допустим, два таких стационара. Это госпиталь ветеранов войн и это 33-я больница в Колпино. И мы завершаем полностью укомплектование временного госпиталя «Ленэкспо». В общей сложности там у нас будет 2500 коек, а в совокупности с двумя стационарами мы добавим еще порядка 800 коек. Это первое. Второе, безусловно, конечно, огромную роль играет и помогает федеральный центр. Это выделение средств на покупку лекарств. Это, безусловно, стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу. И возможность поставки оборудования и лекарственных препаратов, которые необходимы городу. Я обращался в правительство, получил там полную поддержку. Поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится. Но, тем не менее, хотел бы обратиться к жителям нашего города, что борьба с пандемией – это не только дело исполнительной власти законодательного собрания или депутатов местного самоправления. Это наша совместная ответственность. Это каждый должен вносить свою долику в нашу общую победу над коронавирусом. Вот это важно. Для этого надо всего-навсего просто соблюдать правила предосторожности. Натить маски, перчатки, находиться, соответственно, на дистанции, не посещать людные места. И лучше Новый год встретить, встретить в кругу семье, поздравить родителей, поздравить детей. Мы сегодня на правительство приняли решение и создаем оперативный штаб. Он будет работать с 28 декабря. Он будет работать круглосуточно, этот штаб, чтобы обеспечить жителей наших абсолютно всем необходимым, чтобы прошли праздники на самом высоком уровне. Ну а теперь к главной теме выпуска. Повлияла ли пандемия на формирование тарифов на воду и тепло в следующем году? И отвечает ли качество предоставляемых услуг ЖКХ заявленной стоимости? Эти и другие вопросы обсудим с нашими экспертами. Сегодня на связи со студией советник председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская. Ирина Игоревна, добрый вечер. Здравствуйте. И первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Коневцов. Роман Александрович, вечер добрый. Вечер добрый. Ну что ж, связь с экспертами установлена. Уважаемые зрители, ваши вопросы ждем по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканала Санкт-Петербург ВКонтакте. Эфирные координаты сейчас на ваших экранах. Ну и давайте вкратце напомним зрителям о том, а как будут выглядеть тарифы, установленные на следующий год в Петербурге на фоне других регионов. Тарифы на коммунальные услуги в России повышаются ежегодно, но по закону происходить это может только раз в год, с 1 июля. Исключение 2019 год. Тогда январский рост квартплаты был связан с повышением НДС на 2%. Ежегодно правительство страны регулирует и предельный порог повышения тарифов на коммунальные услуги. То есть на воду, тепло и электричество. Для каждого региона эта планка своя. Например, в 2021 году наибольший рост запланирован в Чечне 6,5%. И в Якутии 6%. В Москве 4,6%. Для Петербурга эта цифра 3,5% на 2021 год. Исходя из максимально разрешенной планки, власти каждого региона определяют, насколько конкретно подорожают услуги ЖКХ. Губернатор Александр Беглов утвердил на следующий год наименьший с 2014 года размер предельного индекса изменения платы. Этот индекс составит 3,3%, что на 0,2% ниже установленного федеральным правительством. Итак, давайте разбираться, как же все-таки изменятся тарифы с 1 января 2021 года. И насколько по сравнению с прошлым годом. Ирина Игоревна, вам адресую этот вопрос. Разъясните мне, разъясните самое главное телезрителям. Ну, здравствуйте еще раз. С 1 января 2021 года тарифы меняться не будут. Мы сейчас говорим о тарифах на жилищные услуги и о тарифах на коммунальные услуги. В анонсе, который мы только что посмотрели, речь шла о коммунальных услугах. И уже было сказано, что Александр Дмитриевич Беглов принял решение и утвердил предельно максимальный тон просто этих услуг 3,3%. На самом деле коммунальные услуги у нас представлены отоплением, услугой по отоплению, услугой по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, по снабжению газом и по снабжению электроэнергии. У каждого ресурса свой там просто, но он минимальный за последние годы. Ну, совершенно точно, начиная с 2015 года, кривая прироста платежей падает все ниже и ниже. И мы на самом деле находимся в выигрышном положении по сравнению с потребителями, которые живут в Ленинградской области, в Москве и в ряде других регионов, где количество жителей превышает миллион. Темп просто по отоплению и горячему водоснабжению с 1 июля 2021 года в составе 3,4%, по холодной воде и водоотведению 1,8%, по газоснабжению 3,2%, и средний темп просто тарифов на электроэнергию составит около 4%, в зависимости от того, какова доля ночного и дневного потребления. Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья, будет иметь прирост платежа за жилищные услуги. Примерно 30 рублей на квадратный метр, а коммунальные услуги прирост составят в расчете на эту площадь примерно 65 рублей. То есть это минимальный платеж за последние годы. Ирина Игоревна, вы уже сказали, что удается сдерживать с 2015 года темп роста тарифов, особенно по сравнению с соседним регионом. Сразу возникает резонный вопрос. А благодаря чему, каким образом и почему не удавалось это сделать раньше? Почему только на протяжении последних четырех лет? Во-первых, с приходом Александра Дмитриевича Беглова эта политика тарифная была не только поддержана, но и самым жестким образом внедрялась. И связано это было с тем, что масштабная проверка прошла по ряду ресурсоснабжающих организаций. Были выявлены и исключены неэффективные расходы. И эта работа привела к тому, что серьезным образом были снижены тарифы в 2019 году. И эта политика продолжается и сегодня, и найдет отражение при тарифном регулировании на 2021 год. И на самом деле, когда и город, и страна, и весь мир живут в условиях пандемии, такая тарифная политика облегчит участь граждан, которым нужно покупать не только продукты и лекарства, но еще платить за жилищные и коммунальные услуги. Я правильно поняла, Ирина Игоревна, что все-таки со следующего года, не с 1 января, а с июля у нас подорожание произойдет. Но, тем не менее, жилищные услуги плюс 30 рублей за квадратный метр, коммунальные услуги 65 рублей за квадратный метр. Верно? В среднем, да. Это среднее, что называется, по больнице. Это за месяц? Да. Спасибо. Давайте Романа Александровича подключим к беседе. Вот уже прозвучали ключевые суммы, ключевые цифры. Роман Александрович, разъясните, пожалуйста, что вообще входит в понятие жилищные услуги и как формируются тарифы, в том числе на жилищные услуги, потому что все-таки 30 рублей за квадратный метр, на первый взгляд, может быть и немного. Но если мы берем минимальную площадь даже в 30 квадратных метров, то сумма уже получается совершенно иная за каждый месяц. А если мы еще к этому добавляем 65 рублей за коммунальные услуги, то, в общем-то, в платежке эта сумма будет достаточно ярко контрастировать с тем, что мы получали до. Ну да, с этим согласен. Но, в принципе, если мы говорим про повышение тарифов, хотелось бы, наверное, в том числе сказать про региональные стандарты за жилищные и коммунальные услуги, что в текущем периоде есть возможность гражданам получить субсидию, да, в случае, исходя из расчетной величины регионального стандарта, 14% от дохода, совокупного дохода семьи, что, в принципе, дополнительно, как сказать, дает возможность и улучшает, так сказать, жизнь, деятельность наших граждан. А кто и при каких условиях может получить вот эти самые субсидии? И действуют ли они сейчас? Давайте уточним. Да, это действует, действовало и действует с 2013 года. Значит, любой гражданин может обратиться, значит, в городской центр жилищных субсидий, в случае, если совокупный доход, точнее, прошу прощения, жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода составляет 14%. Могут обратиться в центр городской субсидий, значит, через портал государственной и муниципальной услуги, также отправив соответствующее заявление Почты России. Итак, можно обратиться за субсидией, в том числе, собственно, отправившись в многофункциональный центр или через портал госуслуги. Я думаю, это наиболее оперативное решение. Много ли петербуржцев в этом году обратилось за такой помощью, получается, за такими субсидиями? Ну, обратилось порядка 72 тысяч семей, и сумма предоставления субсидий за 11 месяцев составила 1 миллиард 35 миллионов. На следующий год какая сумма заложена, так скажем, в бюджет вот на эти субсидии? Есть информация? Ну, на текущий момент у нас обсуждается как раз-таки предоставление данных субсидий с учетом изменений действующего законодательства. Ну, примерно такая же сумма и будет. Единственное, что меняется с 1 января, предоставление субсидий с учетом просуженной задолженности. Ну вот с субсидиями более или менее разобрались. Я все-таки хотела бы вернуться к своему первому вопросу. Что входит у нас сейчас в жилищные услуги? Каким образом формируются вот эти тарифы, которые уже обозначила Ирина Игоревна? Роман Александрович. Ну, в жилищные услуги у нас сходит на содержание многоквартирных домов, управление многоквартирных домов, вывоз твердых бытовых отходов. Ну и на основании данных, предоставляемых как и в жилищный комитет, и в комитет по тарифам, формируются тарифы, но при этом он все-таки сдерживается предельным индексом. Спасибо. Услышали. Вновь Ирина Игоревна хочу подключить к беседе. Ирина Игоревна, ну, резонный вопрос, неизбежный. Каждый год он возникает, неважно, с 1 июля будет увеличение стоимости за услуги ЖКХ в платежках, или вот как в прошлом году это было в 2019, с 1 января, а в чем причина роста тарифов? Если удается сдерживать, то почему бы его и вовсе не остановить? Это первый момент. А второй, связан ли рост тарифов, в том числе и с пандемией, и падением доходов города? Прошу прощения, я хочу немножко уточнить информацию, которую уже дала. Когда мы говорим о жилищных услугах, то комитет по тарифам регулирует плату за эти услуги только для нанимателей, а все собственники на своих собраниях могут принять любое решение, исходя из экономических условий и технической необходимости проведения ремонтов или затрат, связанных с эксплуатацией дома. То есть собственники принимают размер платы самостоятельно. За жилищные услуги, правильно? Да, на жилищные услуги. Когда я говорила о приросте платежа в месяц, то я говорила, что 95 рублей жилищные и коммунальные услуги прирастут в расчете на квадратный метр при площади 25 квадратных метров. Это социальная норма площади на человека, если он проживает в семье из двух человек. То есть это не просто на квадратный метр, на 25 квадратных метров, но единица измерения – это рубль на квадратный метр. Важное разъяснение, на самом деле. Теперь отвечая на ваш вопрос, почему вообще прирост существует? Ну, во-первых, мы живем в рамках тех темпов роста, которые дефляторами задает Минэкономразвитие в прогнозном плане социально-экономического развития, который рассматривается и утверждается правительством Российской Федерации, где для каждого региона, исходя из экономических особенностей, утверждаются свои дефляторы. Поэтому мы действуем в рамках этих дефляторов, в рамках темпов роста, которые планируются на ресурсы, например, на газ, на нефть, на материалы, которые используются в эксплуатации ресурсоснабжающими организациями. Но при этом, поскольку есть инфляция, то и работники, которые служат в своих ресурсоснабжающих организациях, нуждаются в повышенной заработной плате, и дорожают материалы, и исходное сырье. Поэтому неизбежно производство и передача в ценовом отражении, собственно говоря, являются... Цены на конечные тарифы являются отражением тех расходов, которые должны понести ресурсоснабжающие организации. Касается ли пандемия? Ну, на самом деле, в этом году стоимость расходов, которые формируют тарифы, такие расходы не вошли, но, в принципе, методики формирования тарифов могут предусматривать в дальнейшем выпадающие доходы при определенных условиях. Ну, это просроченные платежи, которые просужены в судах, и есть определенный норматив, который может включаться в тарифы. Итоги регулирования на 2021 год не связаны с пандемией в полной мере, но еще раз подчеркну, что курс, который правительство Санкт-Петербурга взяло на более сниженный там просто, просто поможет гражданам пережить это непростое время. Итак, ключевая пандемия все-таки не повлияла, по крайней мере, на данном этапе, на формирование тарифов на услуги ЖКХ на следующий год, но, тем не менее, исключать какие-то коррективы в последующем пока, по крайней мере, нельзя. Роман Александрович, вот уже озвучили, повторюсь, те тарифы, которые установлены на жилищные услуги. А отвечают ли эти установленные тарифы и в этом году, и то, что запланировано в следующем году, на, так скажем, реальным затратам, которые требуются сейчас в сфере ЖКХ, по оценкам жилищного комитета? Ну, по оценкам жилищного комитета, да, данные затраты установлены, они отвечают. При этом, что хотелось бы отметить, что в текущий момент правительством Российской Федерации наложено ограничение на выставление штрафа в пене, да, то есть, когда вы заговорили о том, что какое-то есть послабление, нет, то есть, оно существует для жителей Российской Федерации. Что еще хотелось бы сказать, что, да, пене штрафы нанечисляются, при этом собираемость за текущий период за 11 месяцев составила у нас 96%, что, в принципе, на уровне предыдущих периодов, даже несмотря на то, что в апреле месяце, в начале пандемии, было снижение, да, но это было обусловлено закрытием пунктов приема платежей петроэлектросбыта. То есть, на самом деле, сейчас, на текущий момент, соответствуют данные тарифы, жители платят, и своевременно, так сказать, происходит уборка территории лещных площадок, и также предоставление коммунальных услуг. То есть, петербуржцы у нас достаточно ответственные плательщики по квитанциям за услуги ЖКХ. Единственное, Роман Александрович, давайте еще раз вот этот момент уточним, может быть, я что-то не поняла. Напомню, что на фоне коронавируса федеральное правительство еще весной вводило мораторий на начисление пений и штрафов за неуплату услуг ЖКХ. Сейчас оно действует, этот мораторий или нет? Давайте еще раз, да или нет? Да, да, мораторий действует до 31 декабря 2020 года. Спасибо, услышали. Сейчас мне подсказывают, есть звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Да, у меня зовут Марина Николаевна. Да, Марина Николаевна, слушаем ваш вопрос. Да, я бы хотела вот уточнить, вот, что означает строка в квитанции содержание общего имущества на квартирном доме. За декабрь, вот у меня в квитанции, например, 340 рублей. То есть с каждой квартиры это немалая сумма получается. Вот хотела бы узнать, за что мы платим. Еще раз, Марина Николаевна, строка, содержание, а дальше? Содержание общего имущества на квартирном доме. Спасибо, услышали. Тоже, на самом деле, меня всегда эта строка в квитанции смущает, куда отправляется дополнительно где-то 250-350 рублей. Вопрос этот от наших телезрителей. Роман Александрович, вам переадресую. Готовы прокомментировать, что входит вот в эту строку содержания общего имущества многоквартирного дома? Куда уходят вот эти 300 в среднем рублей? Каждый месяц. Ну, содержание общего имущества у нас слышно, да? Да, да. Содержание общего имущества входит уборка лестничных площадок и придомовой территории, как понимаю. А если у меня в квитанции стоит отдельно как раз уборка лестничной площадки, это одна строка, как раз придомовая территория у меня другая строка, сразу возникает вопрос, а что же такое содержание общедомового имущества? Наверное, что-то еще какие-то есть варианты в зависимости от управляющей компании. Мне подсказывает Ирина Игоревна, готова ответить. Давайте я прокомментирую. Да, у нас сегодня просто, да, клуб знатоков. Кто знает? Ирина Игоревна, вам вопрос. Роман Александрович абсолютно прав. Собственно говоря, платежи за жилищные услуги и связанные с теми строчками расходов, которые он озвучил, но они выделены отдельно. А есть еще техническое обслуживание зданий, есть очистка крови от наледей, уборка снега, уборка лестничных клеток, вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов. Как правило, отдельными строчками выделено содержание переговорных устройств. То есть это все расходы, которые, во-первых, соответствуют правилам содержания по постановлению правительства Российской Федерации, где подробно описано, из чего состоит данная услуга. А комитет по тарифам каждую строчку оценивает с учетом тех расходов, которые уже в прошлые годы понесли управляющие компании. Мы анализируем эти расходы, учитываем темп инфляции, необходимость увеличения или сдерживания темпов роста по каждой из этих строчек. И так рождается общая сумма на содержание. Вот когда вы говорили о 300 рублях, это те расходы, которые не выделены отдельной строкой, но связанной с содержанием, в том числе, инженерных коммуникаций. Наверное, опять же, если расписано более подробно, к примеру, там обслуживание камеры наружного видеонаблюдения или там уборка лестничной площадки, но при этом сумма все-таки содержания общего домового имущества многоквартирного дома тоже выделена отдельно и смущает жителей, имеет смысл, наверное, обратиться в жилком сервис, в управляющую компанию и уточнить, что они начисляют вот в этой строке. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно. И ежегодно на собрании отчетном можно получить информацию о том, какие затраты уже были понесены и какие планируются прямо посрочно на следующий год. Если управляющая компания в силу каких-то обстоятельств не дает исчерпывающий ответ, можно обратиться в жилищную инспекцию для разрешения проблемы. Спасибо, Ирина Игоревна, за исчерпывающий ответ. Ну а дальше уже спрос с управляющей компанией либо с жилком сервиса, в общем, с той организацией, которая отвечает за содержание вашего многоквартирного дома. Сейчас, уважаемые эксперты, уважаемые зрители, сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после которой продолжим обсуждение. Вы смотрите программу «Петербург против коронавируса». Говорим сегодня о тарифах на услуги ЖКХ, из чего они складываются и как и на чем, возможно, можно сэкономить. Ну и, Роман Александрович, вам как раз вот этот вопрос адресую. Пару лет назад петербуржцам было предложено перейти на прямые договоры с поставщиками услуг, например, там с водоканалом или, к примеру, теплоэнерго. В общем, с организациями-поставщиками услуг, минуя посредников в лице управляющих компаний или жилком сервисов. Насколько оказались востребованными у горожан вот такие предложения и пользуются ли по-прежнему интересом у собственников жилья? Или все-таки надежнее положиться на управляющую компанию, на жилком сервис, пусть они там сами все решают? Ну, наверное, скажу, что да. Для жителей Санкт-Петербурга и, наверное, в большей степени для управляющих компаний это более интересно, когда коммунальные услуги напрямую, так сказать, предоставляются ресурсоснабжающими организациями. Почему? С чем это связано? Расскажу коротко. Значит, связано в большей степени с тем, что когда прослуживаются ресурсоснабжающими организациями дебиторская задолженность со стороны управляющих компаний, судебными приставами взыскивается 30% как раз-таки содержания и управления дома денежные средства, что, по сути дела, приводит к ухудшению предоставления качества услуг со стороны управляющих компаний. Поэтому при переходе на прямые договоры это улучшает финансовое состояние управляющих компаний. Это хороший большой плюс. То есть здесь заинтересованы получаются, в общем-то, все стороны и сами жители, если они добросовестно оплачивают услуги, и компании-поставщики, и управляющие компании на тот случай, если как раз кто-то не платит, вот здесь сразу разговор напрямую как раз с компанией-поставщиком и неплательщиком без каких-то посредников и без долгов у как раз управляющей компании или жилком сервиса, если такие долги все-таки скопились. Ну вот в продолжение разговора хочу еще подключить к эфиру руководителя регионального центра ЖКХ-контроль Аллу Бредец. Анна Владимировна, в эфирах нашего канала специалисты не раз обращали внимание на то, что в Петербурге, в разных районах, жилой фонд, соответственно, тоже разный. И особенности, к примеру, уборки крыши и территории зимой разные в Центральном районе и, к примеру, в Приморском. А вот рекомендованный тариф на жилищные услуги, то есть в том числе и на уборку придомовых территорий, один. Насколько сейчас актуален вопрос именно введения дифференцированного рекомендованного тарифа на жилищные услуги, на ваш взгляд? В связи с тем, что имеются достаточно серьезные перемены наружного воздуха, так называемые температурные качели с плюса на минус, образуется наледь, например, в историческом центре, в домах, где не прошел капитальный ремонт, где кровли не оборудованы либо холодным чердаком, либо не установлено дополнительное оборудование в виде согревающих каких-то кабелей или теплокарбона, требуются затраты, значительно превышающие на содержание, на сброс и уборку этого снега, например, чем в многоэтажках, расположенных в отдаленных районах, имеющих плоскую кровлю и не требующие такого систематического и практически иногда ежедневного подхода и привлечения дополнительных сил. Соответственно, управляющая компания должна выходить к жителям многоквартирных домов с предложениями, с экономическим обоснованием и предлагать им за утверждение общим собранием собственников какие-то свои тарифы, если будет введен какой-то дифференцированный подход по типу многоквартирного дома, с учетом, какие работы в этом многоквартирном доме уже проведены, где собственники, например, уже вложились, они могут тоже считать этот дифференцированный тариф несправедливым, потому что они уже вложились, пожертвовали, грубо говоря, уже своим, например, текущим ремонтом подъезда. Здесь органам исполнительной власти придется потрудиться, чтобы найти тот самый компромисс, ту самую социальную середину, которую устроило бы всех. В общем, такой, да, очень многокомпонентный, очень многосторонний вопрос. Спасибо, Алла Владимировна. Напомню, что на связи с нами была руководитель регионального центра ЖКХ контроль Алла Бредиц. Ну, вот, понятно, что если управляющая компания Лежилкомсервис обратится к своим жильцам с предложением, давайте мы чуть повысим тарифы, мало кто радостно отреагирует на такую идею. Здесь, наверное, все-таки нужно, именно если вводить, то общий по городу какой-то дифференцированный тариф для каждого района или для типа дома. Ирина Игоревна, возможно ли вот такая дифференциация тарифов на жилищные услуги в зависимости от типа дома? Ведь одно дело, повторюсь, затрата на уборку скатной крыши в центре города, другое, когда это многоэтажка в спальных районах. Да, конечно, это возможно. Такая дифференциация уже сегодня существует. Если вы заметили, то есть дома, где нет лифтов, и, соответственно, за обслуживание лифтового хозяйства никто в таком доме оплату не производит. или, например, отсутствие или наличие мусоропроводов и в зависимости от того, есть он или нет, закладывается сумма платежа или нет. Или, например, обслуживание внутридомового газового оборудования. То есть я назвала элементы дифференциации, которые сегодня присутствуют и учитываются. Более детальная дифференциация тоже возможна в случае, если такие расходы будут обоснованы, подтверждены фактически и будут укладываться в определенные нормативы затрат. Но при этом сегодня, исходя из опыта, я могу сказать, что каждая управляющая компания имеет несколько десятков, а то и сотен домов обслуживания. Они зачастую относятся к различным категориям. Например, у одной управляющей компании в обслуживании могут быть сталинские дома, дома дореволюционной постройки и могут попасть в дома более современных типов, хрущевские или даже построены после 1999 года. И, как правило, управляющая компания ведет котловой метод учета затрат, не учитывая расходы по каждому дому или по типу домов в отдельности. Но, между тем, у нас же есть и ТСЖ и ЖСК, которые также могут выйти на регулирование, если граждане на собрании не договорились об уровне платежей и при предоставлении обосновывающих материалов, которые учтут наличие или отсутствие климат-контроля, тип крыши и массу других технических тонкостей. Если эти материалы нам подадут, мы их рассмотрим в установленном порядке и можем установить индивидуальный тариф. И так это возможно, это ключевое. Ирина Игоревна, спасибо. Извините, остановлю вас. Ключевое услышали, что на самом деле, помимо того, что сама управляющая компания может распределять средства, если это несколько домов и делать так, чтобы всем было жильцам комфортно, могут выйти с инициативой и товарищества собственников жилья или управляющая компания, это возможно именно дифференцированный тариф и в том числе через рассмотрение в комитете по тарифам. Роман Александрович, еще вопрос мне тут подсказывают от телезрителей, есть, спрашивают, как повлиять на управляющую компанию, если она не выполняет свои непосредственные обязательства, потому что с жилком сервисом вроде бы на первый взгляд все понятно, можно пожаловаться в районную администрацию, а что делать с управляющей компанией, если она, к примеру, частной, отказывается чинить общий домовой стояк, ссылаясь на то, что это уже забота непосредственно самого жильца и раз на территории квартиры, то, пожалуйста, сам им и занимайся, плати деньги. Ну, во-первых, можно предложить следующим собственникам жилья, это сменить управляющую компанию, да, а также обратиться в ГЖИ непосредственно, так сказать, заявление, что данная управляющая компания, ТСЖ, так сказать, не исполняет свои обязанности и она будет исключена из реестра. Услышали, спасибо. Ирина Игоревна, вам последний заключительный вопрос, не менее при этом важный, это тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц, ведь именно они нередко отражаются на цене того или иного продукта или услуги, которые получают жители уже рядовой. Как такие тарифы изменятся в предстоящем году? Стоит ли нам в связи как раз с их ростом ждать еще и роста цен, к примеру, там на молоко, на яйца или на те или иные услуги? Вопрос понятен, но хочу подчеркнуть, что многолетний анализ себестоимости предприятий различного типа показывает, что энергозатраты в себестоимости составляют от полутора до трех и вредка до пяти процентов, то есть минимальные расходы на электроэнергию, воду и тепло. При этом хочу сказать, что там просто тарифов для промышленных предприятий и для предприятий группы прочих, куда и малый бизнес, и организации относятся, тарифы на воду и водоотведение вырастут на 1,5%, в то время как для населения 1,8% там просто будет. Поэтому здесь предусмотрено сокращение перекрестного субсидирования и минимальная нагрузка на промышленные предприятия. Что касается расходов на тепловую энергию и горячую воду, то они минимальное значение в расходах предприятий составляют, но при этом величина тарифа зависит от зоны теплоснабжения, потому что у нас есть часть территории, которая отапливается ТГК, часть ГУПТЭК, Петербург теплоэнерго и другими. У них у каждого свой темп роста, у каждого предприятия тарифы изменятся точно так же с 1 июля 2021 года и составят величину прироста от 4 до 7 процентов в зависимости от экономических условий. Ну, например, ТГК с 2018 года переходит на физический метод переноса затрат, что делает тепло более дорогим. На этот шаг город пошел не по доброй воле. Мы были вынуждены выполнить законодательство в результате разногласий в федеральной антимонопольной службе, куда свою заявку на рассмотрение подавала ТГК. При этом мы максимально смягчаем темп роста, потому что он мог быть еще и больше. Обычно самую большую тревогу вызывают темпы роста тарифов на электроэнергию. Тарифы еще рассматриваются, но планируется, что темп роста на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения в среднем не превысит 3,3%. Спасибо, Ирина Игоревна. Ну и самое главное, ключевое, уже резюмируя все озвученное, с 1 января роста тарифов на услуги ЖКХ не будет. Мы все-таки ждем их с 1 июля, и темп роста тарифов у нас в Петербурге один из самых низких в России. Все верно? Совершенно верно, да. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрите программу Петербург против коронавируса, и по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. В Петербурге работает единая региональная информационно-справочная служба 122. Звонок бесплатный, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Номер сейчас на ваших экранах. Добавлю, что за сутки было обработано 5070 вызовов. И еще один важный номер, в особенности для тех, кто входит в группу риска из-за коронавируса, кому не рекомендовано лишний раз выходить из дома. Лиц с ограничениями по здоровью пожилых людей для вас в Петербурге работает волонтерская служба «Мы вместе». По телефону 8 800 234 11 можно обратиться за помощью в доставке необходимых продуктов питания и лекарств. С 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировались 1134 петербургских волонтеров, выполнено более 3000 различных заявок. Вы смотрели программу «Петербург против коронавируса» все это время. На связи со студией были советник председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская и первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Каневцов. Уважаемые эксперты, благодарю вас за уделенное время, за ваши ответы. Завтра будем говорить о том, какие меры предпринимает город для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю о необходимости носить маску в общественных местах. Не забывайте менять маску каждые 2-3 часа и не используйте одноразовую маску. Повторно. В студии была Ирина Степанова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин